Чтить семейные традиции, помнить свои корни и передавать знания подрастающему поколению. Смысл жизни Маргариты Михайловой из деревни Ильборусова Мариинско-Пасадского района. Древо семьи, которое она составила, доходит до восьмого колена. Поколение за поколением, веточка за веточкой. Информацию о своих родственниках Маргарита Степановна собирает всю жизнь. Еще ребенком она расспрашивала родителей о своих предках. Они приходили, а мы дети маленькие, собрались на печку и через карниз смотрели, о чем они говорят, разглядывали, что они говорят, как поют, порядки были, соблюдали старинные порядки. Детский интерес перерос в смысл жизни. Маргарита Степановна проработала в Ильборусовской школе учителя математики и физики 40 лет и параллельно собирала родословную. Помогали близкие, друзья и соседи. Удалось найти родных до восьмого колена. Это папа, это моя мама. А здесь родители моей мамы, родители отца. И в нашей семье было пятеро детей. Вот эти пятеро. Это я и мой муж. Это дети уже пошли. Четверо. Это уже внуки. Ковер, на котором расписано родословное, вышла двоюродная сестра Маргариты Евгения Жачева. Известный мастер художественного вышивания. Ее работы хранятся в музеях столицы и страны. Своё первое генеалогическое дерево она вышла в 1982 году. Очень полезно для молодых, чтобы они знали своих предков. Ну и старики тоже очень радуются, что они остаются и дети будут помнить. Мы хотим, чтобы у нас в республике был день чувашской вышки. Потому что вышка – это на первом месте. На создание родословной Маргарита Степановна не остановилась. Вместе с дочкой Татьяной она написала книгу о своей семье, древних чувашских традициях и о том, как важно их продолжать. Это одна из пяти книг, которые они написали. Соседи и друзья семьи Михайловых удивляются, как преподаватели точных наук владеют словом. Это родословную – это пример. Это пример для всех, мне кажется, когда жители собрались вот это вот отмечать. Они даже удивились, что это можно, можно и нужно делать. Знать свои корни, оставить память и вообще, чтобы род продолжение имел. Работа над родословной на этом не заканчивается, заверила Маргарита Степановна. Ветки будут расти, а крона дерева – зеленеть. Ольга Алексеева, Павел Еретков, Республика.